Девушки отдыхают 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 Ну, я уже это правило нарушил, то есть я уже, скажем так, цеховые секреты сюда перенес, и поэтому хочу, собственно говоря, рассказать, о чем же эта книга, какие секреты я в ней выдаю. Во-первых, книжка о том, как лечить основные и самые распространенные болезни, которых сейчас очень много, как их лечить можно без лекарств, не прибегая к помощи таблеток. Вот, например, на сегодняшний день самый такой бич, скажем, в нашем времени, это гипертония, то есть повышенное давление, повышенный холестерин, сахарный диабет. Но вот эти болезни, которые предлагают лечить таблетками, не рассказывают пациентам, врачам о том, что эти таблетки, да, они сбивают на время давление, сбивают холестерин или сахар, но при этом они человека практически могут сделать инвалидом. То есть, когда человек пьет много таблеток от этих болезней, то есть, в конечном итоге состояние его здоровья ухудшается. И о чем я еще здесь рассказал, что на самом деле эти самые болезни легко вылечить вообще без единой таблетки. То есть, просто немножко изменив свой образ жизни. Это одна часть книги. Что там еще интересного, ну, с моей точки зрения, там первая часть книги, которая называется «Диагностические спрашилки». Она посвящена тому, как, ну, сейчас появилось много недобросовестных врачей, таких коммерческих врачей. Вот книги рассказываются о том, как могут обманывать нас и вас. То есть, я постарался рассказать о том, как избежать вот этих вот, ну, скажем, ловушек, этих обманов, этого мошенничества со стороны врачей. И еще одна часть книги, она посвящена такой актуальной теме на сегодняшний день – это витамины. Сейчас очень много людей бесконтрольно пьют витаминов в огромных количествах, надо, не надо, и думают, что это полезно. Так вот, я рассказал о том, что оказывается, не всегда витамины полезны, а иногда, может быть, даже и опасны их принимать. То есть, надо четко понимать, в этой ситуации ты должен пить витамины, а в этой ситуации ты их пить не должен. Спасибо огромное. Ну, в общем-то, друзья, я предлагаю сразу прийти к моему диалогу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, я подойду с микрофоном, чтобы вы его озвучили. Ну, если пока вы обдумываете свои вопросы, у меня тоже есть несколько. И, собственно, конечно, безусловно, по вашей книге. Но, во-первых, первый вопрос, он сам по себе напрашивается, уже из названия. Именно в нашей стране вы говорите, скажите, а вот специфика такого лечения медикаментозного и, скажу даже более, не то, что медикаментозного, а именно специфика, когда медицина целиком полностью превращается в бизнес, она только лишь для России характерна, либо это происходит вообще во всем мире. И нельзя говорить, что вы, допустим, переехав в Израиль, да, как сейчас модно, или в Германию, вы сможете сделать себя здорово и счастливым. Ну, переехав в Германию или в Израиль, если вы попадете к врачам, немецким или израильским, вообще европейским, американским, вас напичкают вредно-американскими еще больше. Вообще, о чем я постоянно пытаюсь говорить людям, в нашей стране в советское время была замечательная медицина, она была, может быть, не хватало каких-то лекарств, может быть, где-то что-то, не хватало какого-то оборудования, но медицина была потрясающая, она была некоммерческая, то есть в советское время врачи реально пытались лечить людей. Когда рухнула вся вот эта советская система медицины, к нам пришел медицинский бизнес, то есть теперь, в общем, какой главный лозунг «Обогащайся». Так вот, это лозунг «Западная медицина». «Обогащайся» — это лозунг «Западная медицина». То есть, например, немецкий врач, он знает, что таблетки от холестерина вредны, и что их пить вообще не надо, но он все равно их будет назначать, потому что у него договор с фармкомпанией, что он должен их назначить. Врач знает, например, что сахарный диабет можно вылечить вообще легко, без единой таблетки, но он назначит все равно таблетки, потому что надо обогащаться. Ту же гипертонию чаще всего можно вылечить без единой таблетки, но вам назначат эти таблетки, потому что надо зарабатывать. И самое ужасное в этих таблетках, что большинство из них имеет страшные побочные эффекты. Я вот, например, еще лет 15 назад, когда вот так открылся лекарство западное для России, был удивлен тому факту, что вдруг выросло резкое количество больных людей, у которых болели колени. И я долго не мог понять, почему вдруг такое количество огромное людей, у которых стали болеть колени, их стало больше. Потом разобрался, оказывается, многие лекарства от давления, которые пошли в нашу страну, вызывают, я их называю, прощая колени, то есть вызывают проблемы с коленями. Многие лекарства от холестерина вызывают проблемы с суставами и с коленями в том числе. То есть вроде бы мелочь, но у людей от этих таблеток разваливаются суставы. Вот так я на этот первый раз обратил внимание. Скажите, так все-таки, вы уже упомянули слегка о том, что все-таки нужно как-то немного изменить свой образ жизни. В чем заключается вот эта вот измена? То есть это питание абсолютно другое, это, не знаю, прогулки, и, в общем, все то, что мы, в принципе, о том, о чем уже каждый из нас знает, но, тем не менее, может быть, еще какие-то рекомендации дадите? Ну, давайте я буду по пунктам. То есть, ну, вот начали с основных болезней, о которых рассказано в этой книге. Ну, например, гипертония. Меня вообще поражает, когда приходит пациент, я спрашиваю, что вы пьете от гипертонии. Он мне предъявляет список там из трех, четырех, пяти лекарств. А ведь каждое лекарство одно побочный эффект имеет, и эти побочные эффекты накапливаются. И ни один суперкомпьютер не может эти побочные эффекты просчитать, вот это накопление суммарно. Поэтому я написал в своей книге, может быть, немножко по-хамски, но написал так. Как отличить хорошего врача от плохого? Плохой врач назначит пациенту от давления несколько разных таблеток, средний врач назначит одну, а с хорошим врачом назначит не одной. То есть с давлением можно справиться, просто изменив что-то в своем образе жизни. Ну, например, сместить режим питания. То есть не питаться меньше, а сместить режим питания. Убрать вечерний чай, например. Потому что люди... Вот в России такая традиция пить вечером чай. Вечерний чай повышает давление чаще всего. Или, например, убрать избыток соли из фоорациона. Сразу снижается давление. То есть, что я дал в этой книге? Я дал такие подсказки. Вы должны пройти по этапам, посмотреть, что для вас актуально, убрать вот те минусы, которые есть, те погрешности в своем образе жизни. И в 90% случаев, в 95% случаев этого достаточно, чтобы давление снизилось. А если этого окажется недостаточно, там есть еще несколько рецептов, как насительственно снизить давление. То есть, согласитесь, что, наверное, подобные способы лечения, они эффективны на более ранних, наверное, стадиях заболевания, или уже даже если... На любых. На любых абсолютно. Вопрос в другом, что если вы уже много лет пьете таблетки, понятно, вы сразу не сможете взять и бросить себе таблетки. Ну, как вы пили там 20 лет наркотики, условно говоря, да, сразу так отнести. Но потихонечку начать убирать можно сразу. Есть болезни, при которых людей пичкают таблетками, а их вообще не надо пить, эти таблетки. Мы говорим о повышенном холестерине. У нас людей очень любят пугать холестерином. Пейте таблетки от холестерина, а то у вас будет инфаркт, инсульт или еще что-то такое. При этом любопытный вопрос. А вы знаете статистику? А вы знаете, что те люди, которые пьют таблетки от холестерина, умирают от этих болезней гораздо чаще? Никто этого не знает. Все все равно мне показывают. Ну вот, у меня холестерин там при норме, ну, скажем, 5,5-6, а у меня холестерин 7. Задаю вопрос, дорогой, сколько тебе лет? Ну, 50. Да 50 и должно быть 7. И не надо его бояться, этого холестерина. Он вообще, холестерин вырабатывается организмом, чтобы решить какие-то проблемы со здоровьем. То есть еще раз говорю, организм настолько мудрый из системы, что он сам повышает холестерин, если нам надо, например, получить питание неркотлетно. Например, у человека депрессия. Тогда выделится холестерин, чтобы справиться с депрессией. Не надо с ним бороться. Надо просто понимать, что это нормальная вещь. Холестерин может повышаться, понижаться. Популяция его не нужна совершенно. Ну, а все-таки, если бывают такие случаи, когда, ну, по какой-то необходимости мы идем в аптеку, покупаем какие-то таблетки. Скажите, пожалуйста, насколько возможно вообще, в принципе, не приобрести подделки, тем более, что все со мной согласятся, на сегодняшний день лекарства, они, так скажем, немало стоят. Ну, кстати, это к вопросу, что лекарства стоят немало, поэтому даже если моя книга сработает в том смысле, что люди будут меньше покупать лекарства, уже хорошо. Вы уже сэкономите деньги. Например, таблетки холестерина в месяц стоят на среднем, там, от 500 до 1000 рублей. То есть сэкономите эти деньги и, в общем, с помощью простых советов. Но, а что касается подделок лекарств, все время пугают, что в России вот очень много подделывается лекарств. Да, подделки есть, но средний уровень примерно такой же, как в Европе. То есть уже известен, ну, скажем так, уровень классификации лекарств примерно 7%. Что в России, что в Европе. Избежать этого, к сожалению, нельзя. Надо только понимать, что подделывают, ну, самые популярные на сегодняшний день лекарства. Скажем, если у мужчины проблемы, извиняюсь, потенции, и он пойдет в аптеку, то, скорее всего, подделано будет, из-за того, что он может купить, Виагра, потому что она очень популярна. А, например, какая-нибудь менее известная левитра вряд ли будет подделываться, потому что ее просто не знают. То есть надо вот такие моменты учитывать. Но главное правило, не покупайте лекарства во всяких киосках, в сомнительных каких-то переходах. То есть лекарства надо покупать в официальных аптеках. И все-таки надо раздерживаться от заказа лекарств по интернету. То есть я всегда говорю так своим пациентам, если вам нужно какое-то редкое лекарство найти, ищите по интернету, где оно продается, но в эту аптеку надо проехать самому. Спасибо. Вопросы какие-то уже возникли? Да. Пожалуйста. Добрый день. Скажите, есть такой класс лекарств статист? Да, я о них то, что говорил. Очень вредные. Я же говорю, очень вредные. Кстати говоря, во всем мире ведется серьезная работа по запрещению этих препаратов. По запрещению этих препаратов. Потому что еще раз говорю, статистика доказала, ну, научные исследования, что никакой пользы от них нет. Я еще раз говорю, холестерин, с которым призвано бороться статин, нужное для организма вещество. То есть холестерин нужен, чтобы закрыть, например, какие-то трещины кровеносных сосудов. Да. Холестерин нужен, чтобы спасти вас от депрессии, если оно у вас есть. Холестерин бывает нужен просто, еще раз говорю, как питание для нервных клеток. И есть такой фактор, которым умалчивают фармакологи, что, например, человек, который принимает статины, у него повышается риск развития старческого слабоумения, болезни Альцгеймера. Тоже долго не могли понять, почему вдруг так резко выросло количество больных, болезни Альцгеймера. Так вот, одна из причин – это статина. По нашему маразму, да? Да. Еще вопросы? Как вы относитесь к гомеопатии? Периодически пытаются некоторые люди… Тут вопрос, кто не слышал про гомеопатию. Пытаются некоторые автодоксальные врачи доказать, что гомеопатия не работает, что это плацебо. Конечно, никакое это не плацебо. Мало того, от некоторых гомеопатических препаратов, когда я выписываю к пациентам, у человека начинается даже сначала, и это нормально, обострение на несколько дней. Ну, какое же, извините, нафиг плацебо, если оно дает обострение. Поэтому гомеопатия, естественно, работает. Но, как и в любом другом лечении, надо гомеопатию пользовать правильно. То есть здесь нужно найти того врача, который умеет подобрать гомеопатические препараты. То есть гомеопатия работает при условии, что ее подобрали верно. А за ней будущее? Нет, за ней не будущее, безусловно. По одной простой причине. Гомеопатия – это все-таки медленная медицина. Есть ситуации, когда надо человеку спасать жизнь. И вот в этой ситуации, когда человеку надо срочно лечить инфаркт, конечно, нужны медицинские препараты серьезные. То есть еще раз говорю, я начал книгу с того, что я ни в коем случае не хочу обвинять всех врачей огурно. Говорить, что медицина – это ненужная вещь. Да, я написал там благодарность, что масса есть врачей, которые просто спасают счастье жизни в критических ситуациях. Я говорю только о том, что есть ситуации, когда надо относиться к советам некоторых врачей, ну, чуточку критически. Врачи должны учитывать других врачей по желаниям? У меня родственник просто разные врачи обращался по разным болезням. Мы везде прописывали лекарства, которые, в принципе, друг другу бредны. Ну, если вместе применять, что это такое? Почему они не смотрят, например? Вот что прописали до этого? Вообще, во всем мире есть такая история, грустная, к сожалению, что, еще раз говорю, к нам пришла западная медицина в ее самых худших проявлениях. В западной медицине врач думать не должен, у него уже все убито в компьютере. Так, повышенное давление назначаем человеку 5-й, повышенное холестерин назначаем 5-й. Никто не обслеживает сумму побочных эффектов, как эти лекарства будут между собой сочетаться, отследить это невозможно. К сожалению, еще раз говорю, большинство наших врачей, они учатся на семинарах, которые проводят по западным лекалам. Они читают учебники, которые теперь пишутся по западным образцам. И вот из-за этого, к сожалению, врачи взяли не самое лучшее от западной медицины. Ну, потихонечку, еще не все потеряно, вот пытаемся доносить какие-то знания. Я потом повторюсь. Ну, я хочу взорваться, можно ли, значит, что-то еще такое, кроме гимнастики и 80-й, просто не живое. Тут был вопрос про больные колени, человек 80 лет, я перевожу, что не слышал. На самом деле, первое, с чего надо начать, о чем я уже здесь говорил, проверить, а какие лекарства она пьет от других болезней, от давления, от холестерина, потому что, еще раз говорю, многие препараты от давления и большинство лекарств от холестерина убивают колени. Поэтому проверяем лекарство, которое она пьет. Ну, понятно, что, да, гимнастику делать 80 лет будет трудно, но вот в книжке, там, здесь еще лежит книга про больные колени, там помимо гимнастики еще рассказывают препараты, которые 80 лет надо использовать. Кстати говоря, у людей в таком возрасте, 80 лет и старше, эти лекарства, которые называются ходропротекторы, идут очень хорошо. То есть они помогают лучше, чем, как ни странно, молодым. Вот такая вот непосредственная особенность. Но, еще раз говорю, если вы лечите колени, а при этом пьете лекарства от давления, которые эти колени убивают, вряд ли что-то хорошее получится. А иглоукалование утрекает? Иглоукалование колени не вылечит. Может быть, вылечит там, в книжке есть компрессы, какие-то физиопроцедуры, но иглоукалование не особо. Вопросы о холестерине. А вот сегодня, на холестерину взяешь? Спасибо за вопрос. Да, да, да. Я в книжке написал так. А смотришь в телевизоре, сидят, как нахарики. Вы больше любые, у меня вовы реагируют. Смотри, губы, наверное, что урожают. Ну, да, но где-то по гулянке, скажем, нахарики. Губянка. Я могу потом не трогать, буду дощу. Да, как, не знаю. Ну, давай, где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. Малин, что не доказывает, что если люди, то есть вы уже равнице, в качестве вяжки, то есть бывает, когда вяжка образуется, даже независимо от того, что если вы не принесли, в институте, то вяжка образуется. Такое бывает очень часто. Бывает, это не зависит. Пляжки не зависят от внутренней институты. Еще раз повторю. Институт не берется, и никак не дезиняй. Он не может уберется, но он может, и в основном, плотина образуется, и в течении. То есть институт обработает, и начинает вырабатывать, лечить проблемы, пока нет. Конференция подбирает, и сейчас не успеет. Вот, пожалуйста. Мода, ну, у нас все моды с перебором, но новая мода, что надо пить чуть ли не 3 литра воды, 4 литра воды в день. Есть такая штука, называется бодное отравление. То есть можно даже его заработать. Поэтому, конечно, 3 литра это явный перебор. Я всегда призываю стараться пить около литра в день. Воды, воды. Потому что некоторые думают, что, например, вы меня просто сейчас можете сказать под монастырь подводить этим вопросом, потому что за орбидолом в свое время стали очень серьезные люди. Ну да ладно, мы тему орбидола опустим. Я надеюсь, вы меня поняли, да? Что касается всяких моностимуляторов, ну, не очень нужно. Кстати, видите, опять возвращаемся к советской медицине, которая была классной. В советское время, может быть, кто-то еще помнит, детям в школе и взрослым на производство давали такую таблетку. Называлась она, стоит 3 копейки до сих пор, называлась она дибазол. Вроде бы, ее пытались в свое время сделать таблеткой от давления. От давления она не помогает особо, а вот зато прекрасно повышает иммунитет. По одной таблетке в день в течение месяца. Когда заболел, вот мы себе лечимся так, две таблетки дибазола сразу и таблетка противовоспалительная, не мулит. А потом по таблетке дибазола раз в день, в течение, скажем, недели. И все довольно быстро проходит. Спасибо. Но, вот расскажу одну маленькую хитрость от давления. В чем она есть? Все знают, что иногда надо пить валерьянку. Никто, правда, не умеет пить ее правильно. Так вот, у примерно половины гипертоников, причем таких, которые давно болеют гипертонией, если попить правильно валерьянку в таблетках, давление будет снижаться без всяких вот этих вредных лекарств. Причем, что значит правильно? Я там в книге написал 3 таблетки в день, 5 таблеток вечером. И вот эта дозировка позволяет снизить давление. И есть еще одна хитрость, она еще вверх глистов избавляет, балерьянку. Так что, сейчас очень многих пугают, ой, сейчас якобы столько глистров там у всех, то есть, чуть ли не 80% заражены, 90% фигня все полностью. на самом деле, статистика опять говорит, что примерно 7% могут болеть этой, ну, быть заражены этой гадостью, хотя это не так опасно и вредно. Но, так вот, этим 7% та же самая валерьянка великолепно выгоняет гельминтур. Дождите секундочку, где еще одна хитрость? Гипотоникам? Гипотоникам, это по другой книжке, это вот моя любимая, лежит «Полная формула здоровья». Я в ней рассказываю о том, как нужно закаляться правильно. Великолепный способ избавления от многих болезней. Вот, я вам говорил, что многие надрезы от давления убивают колени. Вот, это приемлемо встать. Так, походу, разрушение крови. Ну, аскерин будет, да. Вот маленький нюанс. Аскерин, аскерин, разборация, разрушительная кровь. Да, кровь разрушает, но смертность под живучим троекучением. По статистике, опять же, я в статистике разрушительной медицины, она уже от 5-5 раз. А можно разрушать троеки другим способом? Безвредно. Да есть элементарный способ бороться, с густой кровью, на самом деле, просто раз в месяц давай 100 грамм крови измена. Все, раз в месяц давай 100 грамм додать, какой-то не стоит, просто сливайся от крови измена. Или, второй способ, великорепный, медицинский пияж. Наконец, третий способ, о котором мы уже здесь говорили, третий способ, о котором мы говорили, это не забывайте водить. Потому что измена крови сейчас идет именно просто в основном производстве. Еще раз говорят, современные люди, они даже те, кто насчитали, что надо пить три дня.